Первые девять фильмов моего нового канала были посвящены древнему Египту и технологиям древних египтян, которые на поверку оказались не такими уж и древними. Во-первых, потому что древние египтяне говорили на том же языке, что и копты в 19 веке, с той лишь разницей, что египтяне были язычниками, а копты относительно недавно, в 17-18 веке, приняли христианство и греческий алфавит. Во-вторых, великих пирамид Гизы первое чудо света на плане Каира 1575 года еще нет, а вместо них какие-то остроконечные пирамиды, подобные тем, что до сих пор стоят в Верхнем Ниле, в современном Судане. В-третьих, и это, пожалуй, самое наглядное доказательство, древний Египет закончился незадолго до 19 века, когда краски на его храмах еще были достаточно яркими, а значит свежими. И, наконец, в-четвертых, как сообщает первый русский учебник географии, египетское царство в начале 18 века все еще существовало, и как отдельное государство-монархия платило дань турецкому султану, другому государству, только уже государству империи. Так может и американские пирамиды не такие древние, как считают ученые? Казалось бы, какие тут могут быть сомнения? Колумб привез в Америку христианство, а значит языческие сооружения индейцев майя, инков и ацтеков уж точно были построены до Колумба и до европейцев. Однако факты говорят о совершенно другой истории Америки. Начнем с одного из главных мифов Латинской Америки – истории города Мехико, католической столицы Северной Америки. Официальная справка. Пусть это будет Британика, в Википедии вы найдете все то же самое. Теначтетлан, древняя столица империи ацтеков, расположен на месте современного Мехико. Основан около 1325 года на болотах озера Тескоко. К концу 15 века был столицей ацтеков. Население в 1519 году оценивается примерно в 400 тысяч человек, что является самой большой концентрацией населения в истории Мезоамерики. Был разрушен испанскими конкистадорами под предводительством Эрнана Кортеса в 1521 году. Теначтетлан, город на воде, часто сравнивали с Венецией, другим городом на воде со множеством каналов. Венеция в 16 веке имела самый мощный военный и торговый флот на Средиземном море – более 3000 судов. Венецианская республика была мировой фабрикой по производству изделий из стекла, тканей, в том числе шелка и других мануфактурных изделий. При этом численность населения Венеции в 16 веке была максимум 170 тысяч человек – это в три раза меньше до Колумбового Теначтетлана, города, который непонятно что производил и непонятно каким образом снабжался продовольствием и топливом. Дело в том, что в до Колумбовой Америки денег не было и, соответственно, товарно-денежных отношений тоже не было. Без денег, металлических монет, надежного посредника между городом и деревней, ни один крестьянин продукты питания в город не повезет. Однако историки нас уверяют в обратном – у них в древнеегипетских городах денег не было и обмен сельских товаров на городские производился на бартерной основе. Насколько древним был Египет и Египетское царство, мы уже знаем. Так что всякие рассуждения о том, что города и городские рынки могли существовать без денег – это сказки для легковерных взрослых людей. А теперь, что касается разрушения Теначтетлана Кортеса и главного храма города Темпломайор в 1521 году, в издании знаменитого немецкого картографа Георга Брауна «Города мира» или дословно «Города земного круга». Кстати, обратите внимание на древнеримский стиль оформления титульного листа. Историки и искусствоведы это явление называют модой на всю античное в эпоху Возрождения. Только это не мода, это и есть реальная классическая античность без всякого ее повтора в эпоху Возрождения, о чем будет более подробно рассказано в следующих фильмах этого канала. Так вот, в издании 1575 года Георга Брауна изображен уже не Теначтетлан, а город Мехико, посреди которого по-прежнему стоит языческий храм и ничего не указывает на то, что это его руины. В коллекции гравюр в библиотеке герцога Августа представлено изображение Темпла Майор как центра будущего столичного города Мехико. Вокруг храма каменная стена, с внешней стороны на которой рельефные или графические изображения змей. Вокруг храма пустырь и дикая природа. На более поздних изображениях храма те же змеи на его внешних стенах, но вокруг храма уже вырос город европейской колониальной застройки. Этот рисунок взят из книги «Религиозные церемонии и обычаи всех народов мира» французского писателя и издателя Жана Фредерико Бернара, издания 1735 года. Так что же разрушил Кортес в 1521 году? Непонятно. И даже если что-то и разрушил, то только не Темпла Майор, который в первой половине 18 века все еще был культурным и религиозным центром Мехико. О чем также свидетельствует его европейское название Темпла Майор, что в переводе с испанского означает «главный храм». Какое, однако, уважительное отношение со стороны христиан-испанцев к языческому храму. Незадолго до его разрушения он разросся до значительных размеров, если судить по макету его официальной реконструкции. Его явно не в начале 16 века разрушили. Хорошо, зайдем с другой стороны. Есть такое понятие в исторической социологии как «неолитическая революция», которая характеризуется переходом от стадии охоты и собирательства к стадии сельского хозяйства, земледелия и скотоводства и, как следствие, оседлому образу жизни. Этот этап человеческого развития можно также назвать деревенской цивилизацией, которая предшествовала цивилизации городской. Но Тиночтетлан – это уже даже не деревенская неолитическая цивилизация, а вполне себе городская и довольно-таки развитая, с высокой плотностью населения. Однако, историки термин «неолит» – синоним деревенской цивилизации – не хотят использовать для описания культур Нового Света. Почему? А потому, что классическое определение эпохи развитого неолита предполагает наличие железных инструментов, так называемый «железный век», в том числе необходимых для строительства мегалитических сооружений коренных народов до Колумбовой Америки, например, для обтесывания камней и приготовления строительного известкового раствора. Но майя, ацтеки и инки не знали железных инструментов, поэтому их культура и не попадает под научное определение неолита. Железо никогда не выплавлялось коренными американцами, поэтому Новый Свет никогда не вступал в настоящий железный век, до открытия европейцами. И этот термин не используется в отношении Америки. Историки тут явно жульничают и много нам чего не договаривают. И там же, в начале этой статьи, на сегодняшний день никто не нашел доказательств, указывающих на использование плавки и литья в доисторической восточной части Северной Америки. То есть, мы должны поверить без всяких доказательств, что пирамиды майя, как раз находящиеся в восточной части Северной Америки, были построены без металлургии и железных инструментов. Но тогда объясните как? Ну, у историков нет даже версии, как с помощью одних только палок и камней индейцы смогли достичь такого совершенства в строительстве мегалитических сооружений. Причина же, почему историки 17-18 веков, тогда и писалась современная версия истории, задвинули мегалитические строения майя и ацтеков в доколумбовый период, проста и понятна. Нельзя, чтобы католическая церковь участвовала в строительстве языческих храмов и сооружений по всей Латинской Америке. Это ее церковь, мягко говоря, дискредитирует. Поэтому и был придуман доколумбовый Теначтетлан с невероятной по тем временам численностью и плотностью городского населения, чтобы с его помощью можно было хоть как-то с большими натяжками объяснить и легитимировать целую сеть якобы доколумбовых идолопоклонических мегалитических храмов индейцев, никак не вписывающихся в идею христианской миссии Римской католической церкви в Латинской Америке в 16 веке. В следующем фильме прозвучит ответ на вопрос, почему католическое духовенство и те же францисканцы, фактические хозяева Юкатана в 16 веке, допустили строительство и даже более того, помогали индейцам строить языческие храмы на своей канонической территории.